Заодно мне хотелось реализовать что-то подобное для хоз бытовых кухонных задач. Жена тоже просила, говорит, типа сделай мне что-то типа мини-топорик, вернее, не сделай, ну, как скажем там, замути мне что-то типа мини-топорика. Почему эти приборы, приборы, приблуды, или как их еще назвать, а инструменты кухонного пользования начали называть тяпками, я совершенно не понимаю. Почему ножи вообще такого плана называют тяпками? Как мне кажется, это все откуда-то идет с Востока, где-то Китай, Япония, традиционные их какие-то ножи, но уже немного стилизованы под, скажем так, повседневное ношение и как-то повседневную жизнь, чем какие-то они профессионально поварские. Потому что я помню, что у меня у матери где-то с 70-х годов, наверное, валяется такого рода топорик, примерно таких же форм, но только пошире, побольше, потяжелее. Вот. Почему я назвал это новым проектом? Потому что, как бы, приобретать то, что есть на современном ножевом рынке, готовое, как-то я не дошел до этого, но тут получилась такая канитель, что попались медитетки в продаже, ссылочка на человека, кто торгует ножедельными материалами, то есть у него бланки, заготовки, там, для рукояти, пины, ну, короче, вообще все для того, чтобы сделать ножи. Сам он ножи, я не знаю, как бы делает под заказ или нет, я не уточнял, вам лучше у него поинтересоваться. Ссылочка на его группу и на него я оставлю в описании под видео, то есть, и, как бы, знаете, с одной стороны, я перед тем, как заказывать вот эти вот тяпки, вот эти вот бланки, скажем так, немного, ну, очковал то, что человек окажется аферистом, потом, как бы, я почитал, не почитал отзыва, а потом я посмотрел, сколько у него продаж вообще идет, и как люди за него отзываются, я понял, что бояться вообще не стоит. Короче, ссылки на продавца в описании. И мне хотелось сделать, вернее, когда я увидел в продаже тяпки, я посрочному пытался их выкупить, но там получилось, что две уже, две были в наличии, одну уже кто-то купил. Я, как бы, проплатил две, а ждал потом, наверное, недели две третью, чтобы мне три сразу приехали. Вот, и мне хотелось сделать это, как бы, грубо говоря, в той интерпретации, которая мне нужна. То есть, у меня был на тот момент кусок старого советского текстолита, и я надыбал еще дельта-древесину. К сожалению, снять я не снял эти дельта-древесины с куском советского текстолита, но вы это увидите уже на готовом, в готовом варианте, то есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!